Дорогие друзья, доброго дня. Скажите, пожалуйста, слышно вам меня, видно, какая у вас ситуация, чтобы я точно понимала, что все хорошо, и вы меня слышите. Слышно? Все отлично? Ну, супер, супер, очень хорошо. Так, я вот так сейчас выставлю, чтобы и картинка была поинтереснее за моей спиной. Мы сейчас будем с вами приступать. У нас интересная тема. Сегодня мы говорим о спортивном питании, о преимуществе пептидов. Мы будем говорить о том, почему спортивное питание скульпта действительно, ну, в некотором смысле оно уникально, какие у него есть особенности. И, в общем, мы погрузимся сегодня в тему спорта, в тему, которая на самом деле, ну, вот бесподобно, интересно именно как раз в этот период. Потому что буквально уже с марта месяца, да, с 1 марта все начнут очень активно заниматься спортом, все побегут в спортзалы. И будет активно-активно сжигать все калории, которые были наедены буквально во все эти длинные зимние месяцы, в осенние месяцы. Потому что, как известно, мы набираем вес больше, конечно, чем именно зимой и осенью, нежели в сравнении даже с летом. Потому что, значит, и видная железа активнее работает летом, а зимой нам хочется больше спать, и это, в принципе, нормально. Ну вот, и теперь наша задача сделать так, чтобы активно использовать спортпит в своем питании, и чтобы мы, соответственно, в своем тренировочном процессе, чтобы мы получали максимально качественный результат. Давайте будем начинать. Поехали. Я думаю, что к нам будут подключаться. Вы мне точно скажите, все хорошо, слышно, видно, все замечательно. Напишите, пожалуйста, мне слово «хорошо» или «привет», или еще что-нибудь, чтобы я сориентировалась и точно понимала, что мы смело можем рваться в бой. Буду. Все хорошо. Ну, замечательно. Я думаю, что все будут еще догонять, опаздывать кто-то. В общем, мы поехали. Договорились, да? Итак, сегодня с вами я, меня зовут Ксения Пустовая, я нутрициолог, очень люблю спортивную тематику, спортивное функциональное питание. Можно сказать, что я на этой теме съела собаку, и не только собаку, поэтому мы сегодня прямо в нее так вот максимально погрузимся. Люблю разбирать составы, просто это мой большой-большой кайф. Итак, что же из себя, смотрите, представляет вообще спортивное питание, чтобы была разница, чтобы вы улавливали, чтобы вы понимали. То есть само по себе спортивное питание – это такая группа специализированных пищевых продуктов, которая специально выпускается для спортсменов, для людей, которые занимаются спортом, фитнесом. Вот надо сказать, что этот прием спортивного питания, он направлен на улучшение спорт-результата, на то, чтобы было повышение силы, выносливости, укрепление здоровья, увеличение объема мышц. Есть спортфиты, которые направлены на то, чтобы вот прям очень хорошо, активно можно было там, ну, потренироваться. То есть, например, там могут быть гейнеры, да, которые дают очень такой приток энергии. Есть жиросжигатели группа, есть протеиновые смеси, есть, причем они бывают разные, бывают там и на соевом протеине, на казеине, на сывороточном протеине. Все зависит от тех задач, которые преследует либо спортсмен, который подбирает под свои нужды такое вот спортивное питание, либо сам производитель, который конкретно планирует выпускать, ну, тот или иной продукт. Само по себе вообще оно для чего применяется. Дело в том, что, например, если вы тренируетесь на сытый очень желудок, вот вы поели достаточно какой-то тяжелой пищи, то, несмотря на то, что у вас, допустим, может быть силовая тренировка, вам будет очень тяжело. Вы будете испытывать какую-то вот такую дополнительную нагрузку, потому что организм в этот момент занимается пищеварением. Но как только мы начинаем заниматься, например, активным спортом, мы начинаем, становимся уже на беговую дорожку, посыл у нашего мозга другой, соответственно, организму требуется физическая нагрузка, и в этом случае что делает наш организм? Он перестраивается, и он дает, он происходит отток от внутренних органов, от пищеварительного тракта, отток крови. Пищеварение останавливается, и нам кажется, что пища камнем лежит у нас в желудке. Круто использовать в этот момент спортивное питание как альтернативу вот такого приема пищи. Или, например, когда нам нужно потом после тренировочного процесса пролонгировать действия, например, жиросжигающей тренировки, то нам в этот момент крайне нежелательно есть какую-то углеродную пищу. Что подойдет нам в идеале? Конечно, нам подойдет спортивное питание в идеале. Так что вот такие вот задачи. Надо сказать, что еще у спортсменов-бодибилдеров, особенно, да, вот когда идет работа на увеличение мышечной массы, есть еще очень большая проблема, связанная с тем, что все равно питаться белковой составляющей, то есть большое количество мяса, яиц, творога и так далее, ну, физически съедать очень тяжело. Вот представьте, бодибилдер, у кого там, например, 120 килограмм мышечной массы. Соответственно, там определенные дозировки, ну, порядка там 2,5 грамма белка, ну, в подготовительном там тренировочном процессе к соревнованиям. И, соответственно, мы увидим такую, ну, не самую хорошую составляющую, потому что белок тяжелый для пищеварения, съедать столько невозможно, там, вкратные какие-то приемы пищи, например, там, 3-4, и, опять же, носить постоянно контейнеры – это тяжело. И вот тут опять приходит на помощь спортивное питание, потому что оно быстренько развел, там, на молоке или на воде, в зависимости от задачи. Ты выпиваешь, и все. У тебя дополнительный прием пищи, у тебя дополнительная хорошая порция белка, которая решает те или иные задачи. То есть вот чаще всего это активно используется. Ну, плюс, конечно, это восстановление после тренировок, потому что всегда после тренировок, с одной стороны, после силовой окна, закрывать углеводное окно нам требуются и углеводы в том числе, и определенная доза белков именно вот протеиновой смеси. Я сегодня не буду сейчас забегать вперед, я о нем, о них расскажу дополнительно, потому что есть очень важные нюансы, связанные именно с сывороточным протеином, с тем протеином, который есть как раз в протеине скульпта, да, в спортивном питании скульпта. Есть определенные достоинства. Вот она, пищевая плотность. То есть, соответственно, мало калорий, но ценность пищевая очень высокая. Это большое преимущество спортпита. Гомогенность. Одно дело жевать мясо волокнистое, другое дело выпиваешь коктейль. Он легкий, комфортный по пищеварению. Он однородный по консистенции. Это легче. Опять же, это легче. Соответственно, усвоение пищевых веществ из такого продукта на порядок выше. Удобные формы для хранения, транспортировки с собой понес. То есть, там, порошок насыпал, да, пачку взял – это все ерунда. Это не котлеты таскать с собой, не куски рыбы, да, там, не вареные яйца, вот, в контейнерах и так далее. Высокие органолептические гигиенические качества. Тут тоже все бесспорно, потому что полежавшая где-нибудь несколько часов рыба, да, в какой-то температуре, где немножко нарушены условия хранения именно этого продукта, могут привести к тому, что, естественно, будет определенная порча, и мы в этом случае можем отравиться. Со спортпитом другая ситуация, с функциональным питанием тоже другая ситуация. То есть, главное – не наводить этот коктейль и не носить его с собой. То есть, носить сухой продукт, сделали смесь и выпили, потому что чем больше живых ингредиентов в составе, то есть, тем быстрее он портится. То есть, два часа – и все, у вас порченный продукт. Лучше только сделали, выпили – все, вы получили очень качественный продукт. Надо сказать, что есть определенные рекомендации спортивных врачей, диетологов, которые говорят, что от суточного рациона все-таки количество либо функционального, либо спортивного питания должно составлять 5-10% от суточного рациона. Соответственно, если у нас суточный рацион в среднем 2-2,5 тысячи килокалорий, то 5-10% – это и получается 100-200 килокалорий в общем. И тогда все становится достаточно комфортно. Почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что наш организм, он быстро ленится, как только мы начинаем ему давать вот такое легкое, удобоваримое, гомогенное питание. И потом, съедая какой-то там следующий прием пищи, например, тот же кусок мяса или кусок рыбы, он будет просто тяжелее перевариваться. Нам будет дискомфортно, потому что те ферменты, которые заточены под питание именно функциональное или спортивное, те, которые вырабатываются в нашей поджелудочной железе, в тонком кишечнике, амилазы там, например, в полости рта, то, соответственно, это будет… Исчез звук, друзья, у всех все окей. Если просто звук исчезает, можно перезагрузить страницу, такое бывает. Вы мне напишите, пожалуйста, все хорошо, все нормально. Вы меня слышите? Все окей, все. Спасибо большое, Антонина. Вы сегодня прям меня поддерживаете, прям чувствуется супер. Тогда идем дальше. Самое главное, чтобы вы не считали, что у спортсменов есть такая прям проблема, потому что это же самое простое, это же самое действительно легкое к употреблению, и они прям пьют по нескольку раз в день. И тогда организм ленится, им тяжело, им тяжело становится, со временем есть какие-то другие продукты. Поэтому 5-10%, соответственно, одна-две порции, в зависимости от калорийности, самое то. Итак, мы сейчас будем говорить с вами о скульпте. Видите, вот перед вами молекула белка. Видите, какая она объемная. Вот в процессе пищеварения мы сейчас, мы с вами коснемся темы белка. Давайте мы обязательно, я отвечу, вот давайте я сейчас отвечу на этот вопрос. У меня большая просьба. Мы специально останемся, я не буду убегать от вас, и мы обсудим все вопросы дополнительно. Хорошо? То, что у вас большая ложка, есть же объем, то есть более рыхлая структура, и это нормально. Это не значит, что порция больше. То есть все рассчитано, не переживайте. Когда у протеиновых смесей есть такая особенность, функциональное питание, оно всегда плотнее, на самом деле. У протеиновых смесей они полегче, они как бы объемнее, такие пушистые. Соответственно, для них всегда ложка мерная. Иногда бывает такая, покупаешь питание, там вот такая огромная ложка, но это не значит, что нужно бояться каких-то передозировок абсолютно. Которые не занимаются спортом, я сегодня буду это рассказывать, так что давайте не будем забегать вперед. Итак, идем к скульпте, да? Сначала мы погрузимся в особенности, чем отличается скульпта у мужчин и чем отличается скульпта для женщин. Хорошо? Итак, вот смотрите, вот он состав. Самая большая особенность заключается в следующем, что, во-первых, есть антицеллюлитный пептидный комплекс, который состоит из определенного ряда аминокислот, то есть это как раз-таки у нас БЦА здесь включены в составе, и короткие пептиды. Это все я подробно расскажу, что за что отвечает, для чего это сделано, почему производитель пошел таким путем, и какое преимущество вы как потребитель будете получать, соответственно. В женском протеине есть большая особенность, связанная с тем, что в нем большое содержание элькранитина. Что такое элькранитин, я тоже сейчас расскажу. Вот она калорийность одной порции, то есть если вы пьете на воде, например, а не на молоке, да, то есть энергоценность всего 115 килокалорий, соответственно, да, вы получаете 20 грамм белков, очень мало жиров, очень мало углеводов, небольшое количество пищевых волокон, вот, и хорошая доза элькранитина, БЦА, я тоже расскажу, что это такое, специально разбила на составляющие, чтобы вам было очень удобно и комфортно в этом разобраться. И ряд витаминов, которые способствуют, я сейчас вот так вернусь, вот смотрите, кстати говоря, это тоже очень приятная особенность, потому что, как правило, если вы посмотрите спортивное питание вообще на рынке, то очень мало продуктов, которые добавляют в свой состав, ну, какие-то витамины. Ну, например, в случае с белковой составляющей максимально важен витамин В6, потому что все белковые реакции в организме идут с витамином В6. То есть его содержание, как правило, должно быть достаточно повышенным. Просто вы это должны тоже знать. Так, идем дальше. Чем отличается мужское питание? У него на самом деле тоже 21 грамм белка. Подобная ситуация с жирами и углеводами, но как база, база, направленная на увеличение мышечной массы, есть креатин. Вот если мы что-то посмотрим, есть креатин, я тоже о нем расскажу. Опять же, ВСА пептидный комплекс, который именно направлен на увеличение мышечной массы, именно сухой мышечной массы. Мы сейчас будем подробно с вами об этом говорить. Аж на 2 калории больше, то есть это немного. Вот мы видим, L-карнитина нет, а есть креатин. То есть это другое вещество, которое способно в организме человека на самом деле отвечать за увеличение мышечной массы. И пептидный комплекс, он тоже, соответственно, отличается, потому что направленность вот этого спортивного питания другая. ВСА тоже присутствует в составе. Давайте разберемся сейчас с белковым компонентом. То есть мы идем, вот смотрим, да, состав продукта. Самое большое, что вы увидите, вот видите, написано состав. Смотрите, вот сейчас я вернусь. Как считаются этикетки правильно, да, если вы хотите разбираться в составах. Вот чему мы учим на курсе там wellness у нас, да. Как читать этикетки всех ВАДов, функционального, спортивного питания. Потому что там этот урок есть очень подробный, то есть как в этом разбираться. Вот видите, первое, концентрация сывороточного белка. Соответственно, самое большое количество вот именно ингредиентов в составе – это сывороточный протеин. То есть протеин равно белок. Не надо, у меня как-то во время прямого эфира задавали вопрос касаемо там, а это же химия там, да, это же порошок, вот что-то такое. Поймите, друзья, коллеги, поймите такую простую вещь, что протеин, потому что многие, когда видят слово протеин, им кажется, что это что-то чужеродное. Это перевод слова «белок». То есть это, да, англоязычная формулировка слова «белок». Вот, и вы видите дальше, что идет в составе, да. Соответственно, есть макро-нутриенты, потом мы переходим к микро-нутриентам. И, соответственно, на самом конце всегда будет то количество ингредиентов, которого добавлено меньше всего. То есть, да, от большего к меньшему. И вот так же мы с вами пойдем. Мы не будем останавливаться на углеводной составляющей, потому что если вы хотите посмотреть углеводную составляющую, например, то я бы вам рекомендовала просто вернуться в цикл вебинаров наших, когда мы с вами проходили функциональное питание, там точно мы углеводы вдоль и поперек разбирали. И мальтодекстрин, который и сукролозом мы разбирали. Чтобы я просто не повторяю, потому что хочется кое-какие вещи, вот такие очень подробно вам рассказать и ответить на ваши вопросы. Поэтому мы сейчас с вами начнем с белкового компонента. Видите, вот молекула белка, она очень-очень сложная. Надо сказать, что для нашего с вами пищеварения белки, вот и это тоже молекула белка. Видите, это молекула коллагена. Вот так выглядит коллаген белок. То есть, это самые сложные такие соединения, которые приходится нашему организму переваривать. И очень здорово, чтобы он этим занимался. Потому что в противном случае он начинает лениться и говорить, ой, мне тяжело, давай лучше пойди там поешь, как что-нибудь попроще. Но это не значит, что это очень хорошо для нашего организма. Нашему организму белки очень сильно нужны. Так вот, сами по себе высокобелковые продукты, вообще протеины называются еще высокобелковыми продуктами. То есть, основная база – это, конечно, белковая составляющая, протеиновая. Она бывает разная. Бывает казеин. То есть, но в зависимости от задач, я сейчас прямо на графике вам покажу. Я взяла, хотела показать вам как раз график, потому что от типа протеина будет зависеть, как скоро аминокислоты начнут поступать к вам в кровь. И это очень важно для процесса тренировочного. Так, например, казеин, он – это более сложный белок казеин. И он начинает поступать в кровь, аминокислоты отщепляются. И вот это скоро всасывание самое низкое. И поступают они где-то часов через 7-8 после того, как вы выпили. Соответственно, казеин пьется обычно… Это прямо протеин, направленный на восстановление мышечной массы. То есть, например, вы потренировались. А надо сказать, что это, знаете, в чем еще особенность? Дело в том, что наши мышцы начинают расти и восстанавливаться как раз через 7-8 часов. Даже точнее 8-12 часов после тренировки. И, соответственно, вот представляете, вы потренировались, выпиваете, например, казеин. И вы знаете, что когда вы потом ляжете, например, спать, и у вас в этот момент начнут расти мышцы, вот строительный белок, войдут в работу миозин, тропамин, миозин, тропамин. Вспомню еще, скажу еще несколько белков, которые строят как раз вот это вот мышечные волокна, выстраиваются. То им как раз понадобится ночью строительный материал. И, соответственно, или не ночью, да, там неважно, после тренировки, спустя какое-то время. Вот тут бы сработает казеин. Когда используют именно сывороточный протеин? У сывороточного протеина самая высокая скорость всасывания. Буквально через 15 минут вы получаете уже у себя в крови аминокислоты. В этом его большое преимущество. И поэтому, наверное, надо сказать, что на рынке спортпита сывороточные протеины, они прям доминируют. У них есть еще большая особенность. Давайте я расскажу подробнее. То есть за счет того, что сывороточный протеин производится из молочной сыворотки, да, там, при производстве творога, при производстве, там, каких-то молочнокислых товаров у нас, получается, остается сыворотка. Вообще сывороточный протеин придумали японцы, которые понимали, что при производстве молочных продуктов остается очень много сыворотки. Их это мучило, потому что они очень экологично подходят к бизнесу. И они говорят, что, ну, нельзя выливать такое количество сыворотки. Это как бы, ну, это прям на уровне, там, боли такое было. И научились выделять лактатальбумин, лактаглобулин, иммуноглобулин, да, из молочной сыворотки. И вот эти вот, и поскольку эти белки имеют наибольшую биологическую ценность, очень хорошую скорость гидролиза в желудочно-кишечном тракте, то есть, что это значит, что в желудке под воздействием воды и солядной кислоты, потому что у нас желудочный сок из этого и состоит, белки начинают наполняться водой, и, по сути, они распадаются на аминокислоты. И вот именно вот эти вот составляющие, они очень хорошо гидролизуются, соответственно, очень быстро происходит всасывание под воздействием ферментов, понимаете? Есть вот такой вот нюанс, и именно сывороточный протеин, он круче всего работает, когда вы, например, после тренировки берете, выпиваете коктейль, да, протеиновый, значит, в этот момент вы обеспечиваете, во время тренировки у нас могут разрушаться мышцы, потому что, ну, такое происходит, разрушаются белки, в расход могут пойти белки, и вот как раз в этот момент вы выпиваете коктейль, и вы компенсируете вот эти вот ситуации с тем, чтобы вы получали необходимое количество белков. И, по сути, вы таки раз строительный материал дали, и все, и ваши мышцы защищены в этом случае. Они содержат, сыворотка содержит очень маленькое количество лактозы в сравнении со всеми другими, соответственно, протеинами. Аминокислотный состав очень богатый, то есть поскольку это животный белок, да, то есть не растительного происхождения, там, какой им является, там, соя или горох, например, или, там, пшеничный белок, то, соответственно, содержит полный спектр аминокислот, неплохое содержание именно BCAA, это лейцин, изолейцин и валин, их содержание будет 17% составлять. Чем хорошей эти аминокислоты, это те аминокислоты, которые максимально требуются нам для сохранения мышечной массы, связочного аппарата во время тренировок. Плюс есть плюс глютамин, да, глютамин тоже очень важен, ну, для многих-многих процессов, в том числе для деятельности сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Глютамин используют также, когда есть проблемы с нейромедиаторами, там, ну, вот в качестве какой-то дополнительной добавки. Вообще, надо сказать, что все аминокислоты, они очень круто работают, ну, в каких-то, там, конкретных протоколах, потому что, например, есть аминокислота, которую я очень люблю, это таурин, и она, например, великолепно работает на детоксикационные свойства нашего организма, в том числе на увеличение мышечной массы, в том числе она великолепно работает на клеточном уровне, и с ее участием идет очень много реакций, направленных на жиросжигание, то есть на работу с проблемами инсулинорезистентности, с сахаровым диабетом. И по факту нет необходимости пить какие-то там, зачастую в легких случаях пить какие-то таблетки, можно пропить аминокислоты, увеличить порции белка в организме, и организм начнет медленно, плавно, спокойно, на клеточном уровне восстанавливать свои функции. Это очень круто, друзья. Здравствует биохимия, физиология и анатомия. Еще есть особенность у сывороточного белка, что она, именно у сывороточного протеина, она заключается в том, что она благотворно влияет на липидный профиль. Соответственно, снижается общий холестерин и снижаются липопротеины низкой плотности. Ну вот видите, опять же, тут смысл, вот именно в большей степени, конечно, заслуга блютамина, о которой я чуть ранее сказала. Вот эта аминокислота вот таким вот действием она очень хорошо обладает. И если высокий холестерин, то имеет смысл даже использовать спортпит, он будет постепенно-постепенно его снижать. Потому что на самом деле, ну тут тесная связь работы с печенью, я не буду подробно сейчас останавливаться, чтобы мы побольше всего прошли. Обычно я об этом рассказываю во время прямых эфиров в том числе. Вот видите, как раз-таки вот такой вот график, да, обратите внимание на красную линию, это и есть сывороточный протеин. То есть моментально он поступает в кровь, моментально. Видите, самая большая скорость. И концентрация аминокислот просто вот так раз вырастает. Всё, ваш организм получил аминокислоты. Поэтому имеет смысл вот именно в моменте, либо перед тренировкой вы пьёте, да, если у вас задача ещё там с элькарнитином работать, ну то есть для жиросжигания, и после тренировки он очень круто работает. Видите, у яичного больше скорость, у казеина больше скорость. Вот тут, кстати, нету соевого, вот он будет в районе яичного, между сывороточным и яичным находиться. Вот где-то в таком диапазоне соевый тоже достаточно быстро всасывается. Но опять же, смотрите, сыворотка 15 минут, да, 15, там, 30, в зависимости там от особенностей и от количества. Сыворотка где-то 30-60 минут. Яичный тоже вот в этом диапазоне. Идём дальше. Вот что из себя представляет BCAA-комплекс. Мы уже это, вы наверняка это слышали, спортсмены, многие пьют как дополнительную добавку. Первое, что вы должны знать, об этом вам не скажут фитнес-инструкторы, особенно если они не очень толковые. BCAA абсолютно бесполезный продукт, если у вас есть дефицит белка. Вот когда BCAA является добавленным в спортивное питание, то качество усвоения валина, лейцина и изолейцина трёх вот этих важных аминокислот, которые как раз и входят в состав белков скелетных мышц, и они как раз используются для выработки энергии и синтеза новых клеточных белков. Вот как раз они очень круто работают в том случае, если у вас хватает своего, если вам хватает протеина в принципе. Если вы находитесь в дефиците белка, если не скомпенсировано самое главное, дело в том, что BCAA – это всего 3 аминокислоты, а нам нужны 20 для нашего нормального существования. И если мы не даём 20, то бесполезно давать 3, понимаете? Когда мы даём сывороточный протеин, то мы даём все 20, по сути, ну, как бы 8 незаменимых там есть. Окей, всё хорошо. То есть самые незаменимые они есть. И, соответственно, мы добавляем ещё BCAA, который есть у нас скульпта. Соответственно, это, ну, качество работы совершенно другое. Поэтому вот если бы я подбирала какие-то аминокислоты для спортсмена, у меня есть опыт работы с профессиональными спортсменами, на этой теме, которые чемпионаты мира выигрывали, Европы... Прошу прощения, бронзу взяли. Наверное, некорректно, да? По триатлону я, например, вот, ну, работала со спортсменом, и наша задача была там, я его сушила к соревнованиям, нужно было попасть в определённую весовую категорию, не потеряв вот этих вот свойств, чтобы человек был не измотан, потому что это, конечно, колоссальные нагрузки. Вот он взял бронзу, попал в нужную категорию вместе с его женой, она медсестра в санатории, вот, в общем, она диет-сестра, и мы прямо разрабатывали такую программу там, в общем, было очень интересно. Итак, какими свойствами обладает, в принципе, БЦА? Первое – это антикатаболик. Вот смотрите, есть анаболические процессы. Анаболизм, наверняка вы слышали, да? Анаболики, то есть наращивание мышечной массы, увеличение, катаболизм, уменьшение. Соответственно, БЦА занимается чем? За что ответственно? БЦА является антикатаболиком, значит, способствует тому, чтобы мышечная масса у нас не уменьшалась. Это максимально важно и для женщин, это максимально важно для мужчин, это максимально важно для пожилых людей. Это очень-очень важно, потому что пожилые люди, они сразу в группе риска по снижению мышечной массы. Снижается мышечная масса, мы теряем митохондрии, мы теряем очень много всего. У нас начинаются саркопенические процессы, когда мышечная масса уходит, а жировая активно прирастает, потому что именно мышечная масса расходует максимальное количество энергии в нашем организме. Наша задача – как можно лучше сохранять и увеличивать мышечную массу и девочкам, и мальчикам. Запомните это, пожалуйста, раз и навсегда. И, соответственно, БЦА вот в этом контексте, они как раз и работают. Соответственно, их поэтому и пьют. Перед тренировкой пьется БЦА для того, чтобы сохранить мышечную массу, чтобы ее не израсходовать. А БЦА способствует увеличению секрета соматотропина. Соматотропин – это гормон роста, без которого немыслим вообще никакой мышечный рост. Невозможно. Дети, благодаря гормону роста, они растут, он вырабатывается у нас ночью, после 10 часов вечера. Мы в этот момент обязательно должны спать. Если мы не спим, у нас гормон роста не вырабатывается. У взрослых гормон роста обеспечивает нам хорошие метаболические процессы. То есть чтобы вообще метаболизм был хороший, обмен веществ был хороший. Вот за это тоже, видите, БЦА этому способствует. Стимулирует выработку инсулина, соответственно, влияет на инсулинорезистентность, чтобы наш организм, наши рецепторы были к нему чувствительны. И это очень важная тоже хорошая связка. Подавляет активность кортизола, гормона стресса. Да, крутое действие. Вообще про гормон стресса, про кортизол я могу рассказывать очень долго, но давайте не сегодня. БЦА ускоряет транспорт аминокислот в клетки. Соответственно, благодаря этому вот эти все аминокислоты, весь протеин быстренько поступает в клеточки. И организм наш получает... И вот эти аминокислоты он будет расходовать и с целью энергии, и с целью строительства новых мышечных волокон. Очень хорошо влияет на работоспособность и выносливость, в принципе, на скорость восстановления, да, после физической нагрузки. И очень важно, когда спортсмен сушится перед соревнованиями. Ну, то есть есть такое понятие сушка или сгонка. Вот, например, когда нужно уменьшить количество подкожно-жировой клетчатки, вот в этот момент очень важно действие триптофана. И, соответственно, вот это, ну, один из биохимических процессов. Вот здесь БЦА тоже этому способствует. Триптофан – это отдельная аминокислота. В БЦА есть лицин. Да, я буквально кратенько пробегусь, потому что у нас осталось время, потому что время идёт, нам нужно много ещё обсудить. Лейцин – это одна из аминокислот. Он немного понижает уровень сахара в крови, точнее она, да, лейцин – аминокислота, способствуя усилению выработки гормона роста. А, соответственно, да, вот этот гормон очень сильно влияет на рост мышечной массы, на метаболизм, на коррекцию веса, чтобы жировой ткани у нас было как можно меньше, а мышечная, наоборот, больше. Соответственно, за это как раз и отвечает аминокислота лицин. И вот вы видите продукты, которые содержат лицин. Вот вы сейчас обратите внимание, что в основном, в основном, и опять же в приоритете всегда мясо, все незаменимые аминокислоты, они максимальное содержание, конечно, в мясных продуктах, в рыбе, в птице и в яйцах. Вот вы должны в этом тоже отдавать отчет. Потом уже на втором месте там где-то растительные продукты. Есть аминокислота валин. Она очень сильно влияет на то, что способствует регенерации поврежденных тканей. Она ускоряет скорость, вот именно заживление вот этих повреждений. Обратите внимание, что такое повреждение. Когда мы занимаемся спортом и мы работаем на увеличение мышечной массы, у нас происходит, мы работаем с весом большим, мы работаем на силу. Соответственно, происходят микроразрывы, маленькие микроразрывы мышц. Именно вот эти микроразрывы, нам вот именно в этот момент очень требуются аминокислоты, как строительный материал. Они начинают расти, они увеличиваются в объеме. И именно благодаря микроразрывам у нас фактически растет, увеличивается мышца. То есть вот этот вот объем мышечный, он невозможен без микроразрывов. И, соответственно, важно же, чтобы быстрее наступила регенерация, чтобы ткань восстановилась, чтобы снова волокно стало таким эластичным, плотным, без этого разрыва, но уже чуть-чуть увеличенным. Соответственно, нам как раз здесь требуется вот это вот аминокислотавалин. Она еще, помимо всего прочего, влияет на азотистый баланс в нашем организме. Соответственно, чтобы хорошо работали почки, азотистый баланс поддерживается на уровне питания белками и на уровне почечной работы с почек. И, соответственно, это тоже очень важно. И когда у нас нормальный азотистый баланс, белки не разрушаются дополнительно, как бывает, например, при сахарном диабете, вот, белки так не разрушаются, и мы, помимо всего прочего, у нас и мышцы тоже не разрушаются. Ну, продукты, да, вы видели, какие находятся, вот здесь вы увидели, в каких больше всего аминокислоты валит. Идем дальше. Есть следующая аминокислота – изолейцин. Она очень значима для нашего с вами гемоглобина. Вы знаете, да, что такое? Это белок, который, по сути, переносит у нас кислород. Для гемоглобина, для высокого гемоглобина нужно железо, чтобы никакая клеточка в нашем организме не была в состоянии гипоксии, нехватки кислорода. Потому что может такое случиться, что может наступить кислородное голодание. Поэтому вот изолейцин влияет в данном контексте на воспроизводство самого по себе гемоглобина. Соответственно, все клетки получают кислород, у них хорошее клеточное дыхание происходит, обмен веществ улучшается, мы хорошо себя чувствуем, мы находимся в прекрасном настроении, у нас достаточно энергии, потому что, когда гемоглобин низкий, когда железа не хватает, когда мы находимся в железодефиците, например, анемии или просто анемии, потому что бывают состояния, не связанные с железодефицитом, то, конечно, мы чувствуем слабость, нам очень плохо, нам очень дискомфортно, мы такие очень вялые и в плохом настроении. Вот эта усталость, депрессия, это все сопровождается, как правило, еще и низким гемоглобином. Надо сказать, что изолицин еще и влияет на снижение уровня сахара в крови, точнее, очень тесная связка идет с инсулином, соответственно, инсулина вырабатывается больше и способствует выработке инсулина. Смотрите, у нас никогда съедаем что-то сладкое, сейчас объясню просто, чтобы вы поняли, как это происходит, какая связка. Мы съели что-то сладкого, уровень сахара в крови поднялся, в ответ на это вырабатывается инсулин, он понижает уровень сахара, чтобы у нас не было гипергликемии. И вот эту энергию в виде углеводов, да, в виде глюкозы, инсулин способствует тому, чтобы быстренько по кровотоку все клеточки получили вот эту энергию и всем было хорошо. Он, по сути, эту еду разнес всем клеточкам в организме. Когда инсулина вырабатывается мало или у нас возникает резистентность, то есть нет реакции рецепторов на выработанный инсулин, то в этом случае уровень сахара в крови не понижается, наступает гипергликемия. Это очень тяжелое состояние, очень плохое состояние, с которым как раз-таки сталкиваются люди, которые болеют с сахарным диабетом. И вот изолицин в данном контексте как раз вот благодаря этому он влияет на снижение уровня сахара в крови. Поэтому когда, знаете, такая штука интересная, когда, говоря, вот приходят ко мне клиенты в том числе, если, ой, мне так хочется показать вам, у меня тут такая метель идет, буду пока рассказывать, видите, ничего не видно, ничего не видно. Вот просто невероятная метель, вот видите, что творится. Вот, просто невероятная метель. И что получается, что, соответственно, вот в этом контексте, когда люди приходят, начинать нужно именно с белковой составляющей, потому что без белка, без аминокислот налаживать что-то в организме вообще очень сложно. Что же такое л-карнитин? Я о нем очень много рассказываю, поэтому я пройдусь здесь очень кратко. Друзья, пожалуйста, если вам интересно про л-карнитин послушать, вы можете в аккаунте Instagram Wellness в Берлик посмотреть мои прямые эфиры. Я очень подробно рассказываю именно про л-карнитин. Это естественное вещество, которое родственно витаминам В. Его еще называют витамин В12, но он не входит в спектр витамин, потому что витамином не является. Он, по сути, является нашим таким жиросжигателем, а точнее он способствует переносу жирных кислот до митохондрий, и, соответственно, когда мы худеем, вот эти жирные кислоты, кто-то должен отвести к митохондрии, потому что в митохондрии из них будет произведена энергия, и мы вместе с углекислым газом выдохнем вот эти наши лишние жировые запасы. Поэтому, видите, л-карнитин добавлен именно в женский протеин. Это самое актуальное, что только может быть. Надо сказать, что если вы не занимаетесь спортом, то какие бы лошадиные дозы, допустим, вы не пили л-карнитина, он так эффективно работать не будет. Давайте смотреть правде в глаза. Потому что для липолиза, для жиросжигания нужны две составляющие. Нам нужен небольшой дефицит калорий, и нам нужна больше физическая активность. То есть мы, по сути, действуем двумя путями. Первый путь – мы не даем слишком много пищи, которая откладывается профицитом в виде жира. И второе – мы увеличиваем нашу физическую активность для того, чтобы каждый день сжигать больше калорий. И вот в этот момент у нас активизируются все липолитические процессы, то есть процессы жиросжигания, и л-карнитин служит вот такой тележкой, когда вот этот вот жир, который готов сейчас израсходоваться на энергию, потому что у нас дефицит калорий организма, его не будет хватать немножко энергии, л-карнитин его подхватит и повезет в митохондрию. То есть вот именно за эту функцию очень активно отвечает у нас именно л-карнитин. Надо сказать, что он сам по себе нашим организмом синтезируется. Если у нас хорошо работает кишечник, то он синтезируется в том числе в кишечнике, кишечной микробиотой, так же, как и ряд витаминов В, например. Но, опять же, для этого должны совпасть много условий, поэтому, когда мы активизируем процессы жиросжигания, имеет смысл всегда увеличивать л-карнитин в принципе. Л-карнитин благотворно влияет на умственную физическую энергию. У вас перед вами сейчас вот написаны как раз результаты исследований, в которых говорится, что регулярное использование двух грамм л-карнитина, то есть это такая достаточно приличная, хорошая доза, улучшается общее состояние, общее самочувствие, настроение, тонус повышается, ну, потому что л-карнитин, он действительно во многих процессах важен. Ну, более того, без л-карнитина невозможен цикл Крепса, который как раз-таки в результате которого у нас производится энергия в метахондриях, и там л-карнитин участвует. Поэтому, когда мы даем его дополнительно, работа метахондрии улучшается, энергии у нас становится больше, и это, в принципе, ну, понимая несколько вот этих вот тонкостей в этих процессах, ты можешь, ну, каждый из нас может логически понять, почему это происходит. Увеличивается устойчивость к стрессу. Это очень важно. Мы становимся более толерантными ко всем вот этим вот сложным ситуациям, таким стрессовым. Вот, и наши адаптационные возможности нашего организма, они, конечно, тоже улучшаются. Л-карнитин, помимо всего прочего, это хороший детоксикант. Дело в том, что во время процессов детоксикации в нашей с вами печени, у нас идут там определенные разные стадии, и именно во второй фазе нам очень нужны карнитин. И мы таким образом улучшаем состояние печени, и происходит биотрансформация токсинов, и наша печень великолепно начинает выводить вот эти вот токсины. Он является еще дополнительно анаболиком, да, то есть он способствует тому, что жир уходит, мышца лучше сохраняется, мышца, ну, растет. То есть мы говорим о том, что он прям сильный анаболик, наверное, не очень корректно, но по факту, то есть не то, что не очень корректно, тут надо находить эту тонкую грань, я сейчас поясню, потому что говорит, что л-карнитин, а анаболик, вы наверняка скажете, как такое может быть, когда л-карнитин, наоборот, пьется именно для сжигания жира. То есть в каком-то контексте он обладает другими катаболическими свойствами. Для жира, да, он является таким определенным катаболиком, для мышц он является анаболиком. То есть он помогает сохранить мышечную массу, а вот жировую расходовать лучше. Он снижает холестерин. Это тоже такое крутое его действие. Он защищает сердце и сосуды. Кстати говоря, на этом строится как раз-таки вот этот пептидный комплекс. За счет этого вместе с л-карнитином он очень хорошо работает. Именно за счет влияния на сердечно-сосудистую деятельность. Дело в том, что сама по себе каждая жировая клетка, в том числе она, представляете, вот мы растем, мы увеличиваемся в весе, например, да, у нас становится больше гепатоцитов. Ой, прошу прощения, а дипоциты. Гепатоциты – это клетки печени. Вот. У нас становится больше адипоцитов, соответственно, жировых клеток. Каждой клеточке нужно питание в виде кровеносной системы. Соответственно, вот представьте, когда мы растем там на 10 килограмм, мы добавляем еще там несколько километров себе вот этого, ну, как бы, количества кровеносной системы. Конечно, организму тяжело. И вот влияние л-карнитина вместе с пептидным комплексом оказывает вот такое воздействие. Просто пептиды – это низкомолекулярные белки. Они маленькие, они лучше усваиваются. И поэтому все пищевые вещества, которые… Дело в том, что сами по себе, вот смотрите, органические какие-то соединения, например, органический йод, органический магний, органический цинк там и так далее, да, вы наверняка слышали такие формы, как хилат, да, то есть когда берется аминокислота и на нее насаживается молекула, ну, например, того же йода. Она усваивается лучше и не воспринимается как чужеродная. А когда мы говорим о пептидах, то это значит, что все разбито на такие маленькие белочки, то есть белки – сложные соединения для усвоения. И для процесса пищеварения это, конечно, большое преимущество, когда мы получаем маленькие молекулярные соединения с каким-то еще, с какой-то дополнительной ценностью в виде, например, вот этого комплекса с л-карнитином. То есть это значит, что усвоение л-карнитина будет на порядок выше, потому что это насажен на низкомолекулярный пептид. Ну вот, я понимаю, что это на самом деле достаточно сложная тема. Мы сейчас к пептидам перейдем. Надо ускоряться. Идем к пептидам, да. Плюс еще л-карнитин оказывает большой спектр действий. Это нейропротекторное, это антигипоксическое. Гипоксическое, то есть это как раз, когда мы не испытываем нехватки кислорода, мы не находимся в состоянии гипоксии. Антиоксидантное действие, тут как раз тесная связь с детоксом. И антитериоидное действие, то есть благотворно влияющее на нашу щитовидную железу. Креатин, то есть это добавка, которая находится у нас в мужском протеине. Для чего нужен креатин? Короче, если вам хочется наращивать мышечную массу, без креатина сделать это сложнее. То есть по всем результатам исследований, это та добавка, которая действительно влияет очень благотворно на то, чтобы у нас увеличивается мышечная масса. Она сохраняется. Белковая составляющая не разрушается во время тренировки. Происходит более быстрое восстановление. То есть креатин – это азот, содержащий карбоновую кислоту, которая будет участвовать в энергообмене и в мышцах, и в нервных клетках. То есть она еще, по сути, очень неплохой такой нейромедиатор в том числе. Вот креатин, он прям круто используется для повышения эффективности физических нагрузок и увеличения мышечной массы у спортсменов и у пожилых. Вот. То есть как раз, когда, помните, вы спрашивали про пожилого человека, вот я бы, наверное, рекомендовала даже использовать клиентам 60+, именно мужской протеин. Там не так важен L-карнитин, как важнее намного креатин, потому что он помогает сохранить мышечную массу, даже если это женщина в возрасте. То есть не надо тут как бы делить, тут нужно смотреть по составу, от задачи. Потому что даже во время прямого эфира у меня многие спрашивают, а вот в такой ситуации какой лучше? И я понимаю, что это женщина, что она там занимается такой-то, такой-то нагрузкой. Я говорю, вот это лучше. То есть даже пусть это будет мужской протеин, он здесь будет работать лучше. Как минимум-то хотя бы 3 месяца пропить сначала мужской протеин, потом перейти, допустим, на женский. Их же чередовать можно в том числе. Он действительно очень сильно используется в мире бодибилдинга, потому что повышает выносливость, силу, динамику. То есть спортсмен может выполнять более серьезные физические нагрузки, выдерживать большие веса, становиться более выносливым благодаря креатину. Вообще это натуральное вещество, оно синтезируется из разных аминокислот в том числе. И наш организм примерно его производит там несколько грамм в течение суток. А хранится он тоже в нашем организме где-то в районе 100-140 грамм вот этого вещества, тоже будет храниться в мышечной массе нашей, и при необходимости будет дополнительный расход. В среднем расходуется где-то в районе 2 грамм, примерно столько же грамм и производится. Ну, чуть больше производится, но происходят, естественно, какие-то потери. И в этом случае мы совершенно спокойно будем, ну, нам требуется вот это вот дополнительное присутствие креатина. Вот Любовь спрашивает, 3 месяца на упаковке написано не больше 4 недель. Это стандартная формулировка, которую обязан писать производитель просто потому, что есть определенные требования к номенклатуре при производстве. Так, например, вы всегда на продуктах функционального питания, да на любых, вообще по закону, допустим, в европейских странах, друзья мои, везде, где есть, например, добавка даже ароматизатора кофе, будет всегда написано противопоказания беременной и кормящей. И знающий человек, посмотрев на состав, он поймет, что совершенно спокойно это можно использовать, но из-за того, что там кофеин, такой вот, ну, как бы, производитель вынужден это писать. Соответственно, если вы занимаетесь спортом, здесь нет ничего такого, что вы не можете использовать в долгосрочной перспективе. Просто есть определенные требования в каких-то документах, и поэтому производитель такой нюанс всегда будет учитывать. Вот и все. То же самое, как есть какие-то нюансы по детям, да. То есть вот выпускается какая-то добавка к пище, и хочешь, не хочешь, ты обязан написать, что детям после 18 лет. Хотя ты смотришь на состав, а там все великолепно и намного лучше. То есть на гамбургере или на картошке фри такого не пишут, хотя лучше бы вот это писали там, что нельзя детям картошку фри, нельзя не травить своих детей, вот, а на каком-нибудь составе с травами это может быть написано. В общем, ну, тут, к сожалению, есть вот такие вот нюансы, против которых не попрешь, не будучи производителем, не будучи там консультантом по питанию, и это приходится доносить, объяснять, рассказывать. То есть креатин ваш организм и так сделает, синтезирует. Элькарнитин и так синтезирует. Протеин – это просто белок, который вы получаете из пищи, плюс комплекс определенных витаминов, которые вы и так тоже получаете из пищи. Что такого чужеродного вы получаете? Ничего. То есть нету таких вот каких-то противопоказаний, кроме какой-то индивидуальной непереносимости. Ну, например, если вы не переносите лактозу, то вам, да, сыворотка нельзя, потому что небольшое содержание, но все-таки лактоза в ней имеется. Понимаете? То есть это вот такая очень, ну, это не то, что тонкая вещь, ну, просто надо быть профессионалом, это то, что мы очень подробно, вот это все мы очень активно разбираем с вами на лекции, на курсе Wellness Coach, потому что мы прям составы учимся читать, я все это объясняю прям несколько часов, вот, и даже курсовую можно написать на эту работу и вот так вот оценить вот эту всю эффективность и свойства того или иного этих высокотехнологичного продукта. Итак, что же такое пептиды? Ну, я уже забегала вперед, да, говорила, что это семейство веществ, которые, молекулы которых, они построены из двух и более остатков аминокислот, которые соединены между собой пептидными или амидными связями, да, так их сейчас называют. Соответственно, такие молекулы пептида – это такая последовательность аминокислот, когда и маленькие остатки, потому что аминокислотные остатки, они бывают иногда там сотни просто, они бывают большие. И вот они, они так вот соединены и образовали пептид, то есть это такие низкомолекулярные белки. Вот есть в зависимости от количества аминокислот, бывают олигопептиды и полипептиды. Вот протеиновые смеси, да, и вообще белки в природе – это полипептиды. Вот то, что я сейчас сказала, когда много-много аминокислот, 10 и более. Олигопептиды – это когда уже разбиты на вот эти вот аминокислоты, и, соответственно, до 10 аминокислот в них содержится, то есть будет меньше аминокислотных остатков. Соответственно, свойство усвоения этих белков, оно просто на порядок выше. То есть мы, соответственно, с вами получаем более качественный, ну, как бы такой продукт, который лучше всего усваивается. Какую роль пептиды в нашем организме несут? Ну, во-первых, вы должны понимать, что они присутствуют во всех клеточных организмах. То есть это не что-то чужеродное, еще раз повторюсь. Это то, что способно, они есть у нас абсолютно везде. То есть во внутренних органах, потому что все наши там внутренние органы, да, ну, можно сказать, что это как бы мышечно. Сердце – это мышца. То есть там есть пептиды, там есть белки, там есть аминокислоты. То есть, опять же, то есть мы, когда говорим даже о питании, ничего чужеродного мы по факту не получаем. Да, это создано с учетом высоких технологий, да, это создано с учетом науки, да, не просто там съели кусок курицы, и там вот организм это делает. То есть это сделано в лабораторных условиях, и это круто, на самом деле, 21 век, в конце концов. Сами по себе пептиды, они регулируют очень большое количество процессов в нашем организме. В том числе они принимают участие в процессе регенерации, то есть восстановления клеток, когда клетка разрушается, что актуально при микроразрывах, да, мышечной массы. Они обладают определенной активностью, гормональной. То есть они способствуют регуляции пищеварительных процессов, потому что, например, гастрин – это гормон желудочный, да, гормон желудочно-кишечного тракта. Это желудочно-ингибирующий пептид, инсулин, глюкогон – это прям спектр гормонов, которые вырабатываются у нас в желудочно-кишечном тракте. Они способствуют тому, что они регулируют наш аппетит. То есть влияют на эндорфины, да, это нейромедиаторы. Я вот как раз сейчас у себя в ленте очень много постов, вот вышла как раз про нейромедиаторы. Про эндорфины, про дофамин, про сиротонин – это очень интересно. Влияют на нейропептид, на лептин, то есть гормон насыщения, да. Они обладают обезболивающим действием, что тоже круто. Они влияют на высшую нервную деятельность, на многие биохимические процессы, регулируют тонус сосудов, артериальное давление. Противовоспалительное действие у пептидов есть, поэтому применяется, ну, например, при их таком хроническом воспалении, при каких-то таких вот ситуациях, когда прямо они должны очень работать и обладать еще противоопухолевым эффектом. Они часто могут входить в составы продуктов питания, вы видите, да, там, вот они, пожалуйста, большой-большой спектр есть. Какие пептиды находятся у нас в питании скульпта? То есть есть пептиды для мужского протеина, они как раз-таки регулируют обмен веществ и делают в мышечной ткани и делают, и влияют конкретным образом по результатам исследований на то, чтобы у нас повышалась выносливость и увеличивался рост сухой мышечной массы. То есть сухая мышечная масса – это значит мышечная масса без жира, потому что набирать мышечную массу очень сложно в сухом виде, я вам честно скажу. Это против физиологии. Всегда, когда увеличивается мышечная масса, должна немножко увеличиваться и жировая масса, потому что это происходит за счет профицита калорий. Ну, по факту, да, мы должны потреблять чуть больше, нежели мы расходуем. И, соответственно, жира тоже мы набираем больше. И вот как раз-таки пептидные комплексы, они способствуют тому, чтобы жира набиралось меньше, а мышечная масса активно росла. В женском протеине пептидный комплекс направлен немножко на другое. Вот тут идет очень активное влияние на сердечно-сосудистую систему, благодаря чему улучшается кровоснабжение, благодаря чему улучшается лимфооток. И это таким, так или иначе, очень благотворно влияет на борьбу с целлюлитом. Понимаете? То есть на самом деле происходит борьба на клеточном уровне. То есть клетки, вот эти адипоциты лучше снабжаются кислородом, они лучше начинают снабжаться кровью, ну, просто, да, в том числе кислородом. Тут, по сути, большое значение играет именно кислород. Сама вот эти вот мышечные волокна, они очень, они становятся такие пластичные, хорошо работают и так далее. И, соответственно, вот таким образом запускается процесс жиросжигания, коррекции веса, да, скульптура тела, то есть фактура становится лучше. Давайте отвечу быстренько. Ну, вот я сейчас покажу вот такие вот исследования, да. Наверняка вам их тоже показывали, что под воздействием пептида, который как раз у нас добавлен именно в мужской протеин, происходит хорошее увеличение экспрессии генов, которые ответственны за увеличение скелетных мышц. То есть, соответственно, мы получаем результаты, благодаря которым мы понимаем, что мышечная масса действительно хорошо растет, да. Вот экспрессия миф-5 – это тоже тот ген, который, то есть активизируется ген, который влияет на ускорение роста мышечной массы, на ускорение, понимаете. То есть увеличение количества миоглобина, это белка, именно в мышечной массе, в скелетных мышцах, и, соответственно, за счет этого происходит такой хороший рост. Теперь смотрите, я отвечу сейчас на ваши вопросы. Теперь вот то, что касается пептидного комплекса в женском протеине, который влияет на систему кровообращения, было исследование, да. Три месяца после приема данного пептида в дозе там 100 микрограмм улучшаются показатели периферического кровообращения, вот, и, соответственно, растет именно минутный пульсовой объем крови. То количество крови, которое дает сердце, объем больше, к снабжению кислородом лучше, запускаются процессы, в том числе и в митохондриях, которые находятся, да, в мышечных волокнах, в том числе, соответственно, улучшается процессы липолиза, и в том числе детоксикация организма, вот эта жировая ткань лучше выводится, и мы таким образом боремся с вот этими жировыми противными клетками, которые как раз вот мы недавно с вами тему в прямом эфире обсуждали, связанную именно с целлюлитом, да. Да, и тут вот, соответственно, продолжение, когда мы говорим о том, что меняется тонус сосудов, тонус улучшается, то есть благотворно вообще, в принципе, оказывается влияние на сердечно-сосудистую систему. Вот. Я в свою очередь сейчас отвечу на ваши вопросы, вот мы, в принципе, это так достаточно, ну, как бы плодотворно с вами сегодня поработали, как всегда, не успеваем в положенные сроки, да, мне всегда хочется рассказать вам что-то больше, добавить, поделиться тем материалом, который я знаю, потому что очень много я рассказывала, например, во время прямых эфирах, вы прям посмотрите, рассказывала, как пить протеин, как использовать, в каких случаях и так далее, прям в аккаунте вам надо поискать, ну, вот посмотреть, очень много эфиров на эту тему, мы все это с вами разбирали. У нас вместе с компанией Faberlic есть программа, да, направленная на то, чтобы вы стали полноценными, грамотными wellness-коучами, точно так же, как и я сейчас спокойно могли рассказать своему клиенту про функциональное питание, про спортивное питание, потому что на вас там будет очень большая объемная лекция как раз по разбору всех ингредиентов, вот, очень много дополнительных материалов и так далее, это как раз у вас будет во втором и в третьем пакете это находиться, да, потому что там лекции как раз диетологии связаны именно с изучением составов, вот там все это есть. Вот есть три такие пакета – базовый, стандартный, профессионал. И, соответственно, когда вы, если вы захотите выбрать профессионал, а именно его я вам рекомендую, потому что это сертификационный курс, у вас будет куратор врач диетолог, вы получите вот все программы, которые и базовый, и стандарт, и в том числе вы получите 40 конспектов и шаблонов, с которыми вы потом сможете работать совершенно спокойно с клиентами, составлять для них рационы, включать в эти рационы функциональное и спортивное питание. Пожалуйста, взойдите экзамен, да, под контролем врачей-экзаменаторов, они вам помогут, подскажут, и получите свой сертификат, который позволит вам уже достаточно профессионально оказывать свои услуги и подбирать уже там тот же спортпит или функциональное питание, встраивать это все в процессе тех или иных там нагрузок, например. Это очень круто. Вот такие вот сейчас действуют спеццены. Поскольку компания позаботилась о вас, да, дает вот такую вот скидку, соответственно, там 990 рублей, там, только лекции по поводу функционального питания. Ну, вот я бы рекомендовала двигаться от пакета стандарт, но вообще профессионалы, конечно, максимальный пакет, поэтому, ну, вот пользуйтесь моментом, пока такая возможность есть. Мы со своей стороны, как бы, как школа диетологов, мы для тех, кто выбирает пакет профессионал, дарим такой вот бонус в размере 5000 рублей, который вы сможете потом потратить у нас на какие-то другие там продукты, лекции, там, курс по животу, как убрать живот, или курс там, как про детокс, очень такой большой объемный курс, или, например, какие-то книги, какие-то там, интересно вам интервальное голодание, ну, welcome, да, то есть от 30 до 90 процентов вы можете воспользоваться и расплатиться вот такими деньгами, такими бонусными. И плюс мы дарим пакет от Калины Яркина, это как себя продвигать, как wellness-коуча на просторах интернет, в СМИ, там, в каких-то изданиях и так далее. То есть так, чтобы вы, помимо всего прочего, круто еще и зарабатывали, то есть потому что вы становитесь обладателями определенных компетенций, вы становитесь людьми, которые совершенно спокойно могут разработать любой рацион, строить функциональное там или спортивное питание в рацион человека, объяснить ему это профессионально. Я считаю, что такие люди просто обязаны хорошо зарабатывать. То есть вот такой вот курс стоимостью 10 тысяч рублей, вы можете зайти к нам на сайт, он стоит 10 тысяч рублей, вот у нас люди покупают. Мы дарим вам, как вот партнерам компании Faberlic, да, потому что у нас очень такое хорошее водотворное партнерство, мы делаем вот такой вот подарок. Ну и, соответственно, вот здесь видно, да, что при покупке пакета базовый стандарт вы получаете скидки, при покупке пакета профессионал и скидка, и бонус 5 тысяч рублей, и, соответственно, подарок курс личный бренд за 10 тысяч. Ну вот такой вот сайт есть, вы можете перейти на сайт, выбрать подходящий для себя пакет и стать студентом и в дальнейшем выпускником курса Wellness Coach, получить свой сертификат. Ну что, друзья, присоединяйтесь, следите за мной, вы спрашивали, мою ссылку в инсту, я вот сейчас вот так вот напишу, интересно, будет на английском, да, вот так, капустовая. У меня там много всяких эфиров на разные темы, поэтому присоединяйтесь, смотрите. Давайте я отвечу на несколько вопросов, а сейчас вернусь вот сюда, вот сюда, чтобы вы сразу это видели. Ой-ой-ой-ой-ой, куда-то я не туда. Сейчас мы сюда вернемся, вот так вот. О, все, нашли. Я отвечу буквально там на три вопроса, да, и мы будем финальиться, потому что, скорее всего, большинство вопросов, на большинство вопросов я ответила уже во время прямых эфиров, там вы много за ним спрашиваете. А если мужчина худеет и ходит в тренажерный зал для снижения веса, увеличения мышц, нужен ли женский коктейль или достаточно мужского? Мужского достаточно. Дело в том, что у мужчин процесс жиросжигания уже идет лучше. Ну, такая вот у них генетика. То есть так заложено природой. Поэтому он и так лучше намного будет худеть. А вот над мышечной массой имеет смысл поработать. Поэтому совершенно спокойно, ну, как бы пусть лучше пьет мужской коктейль. Как совмещать сыворотку, коктейль и питание, если задача уменьшить жировую ткань? Смотрите, ну, тут на самом деле вопрос из серии. Быстренько скажите мне, как похудеть и как, ну, создать полноценный рацион. Все эти продукты должны входить в концепцию рациона, направленного на похудение. Поэтому изначально вы должны составить рацион с… Вы должны понимать те нормы, которые направлены, индивидуальные для того, чтобы человек худел с дефицитом там 300-500 калорий ежедневно. И, соответственно, под эту задачу встраиваются те или иные продукты. Совмещать их можно. Вот вы можете одним продуктом заменять ужин, другой продукт, как скульпту, использовать перед или после тренировки. Вот и все. Вот вы великолепно это совместили. То есть, ну, как бы, это же просто еда. То есть это не значит, что вы там совмещаете это на уровне там БАД или каких-то таблеток. Они совместимы или несовместимы? Это еда, и, конечно, она совместима в рационе. Так что вот такие дела. Ну что, друзья, будем тогда финалиться? Я желаю вам потрясающих спортивных результатов. Я желаю вам великолепного тренировочного процесса, чтобы вы круто запустили процесс жиросжигания, потому что впереди весна, лето, короткие юбки, декольте, красивые облегающие платья. Вот пусть у вас не будет никакого целлюлита, и вы вообще забудете про такое слово, а мышечная масса будет радовать тонусом, прям таким настоящим. Тело будет упругим. Ваши мужчины и мужчины, которые слушать будут нас там, допустим, после того, когда вебинар закончится, вам крутой мышечной массы и стройных девушек рядом. До скорых-скорых встреч, друзья. Пока-пока.